Дачники любят делать заготовки на зиму. А еще больше дачники любят говорить, насколько натуральное и полезное то, что они навыращивали на своих шести сотках. Насчет натуральности я с ними согласна, а вот насчет полезности это вопрос спорный. Они же не вызывали экспертов для проверки содержания вредных веществ в помидорах, огурцах и прочих вкусняшках. А самое прикольное, что они вот закатывают огурцы, помидоры соленые в банке. А потом эти банки стоят, стоят, стоят. Их никто не употребляет. Ну, потому что они все больные, следят за здоровьем, а им соленые нельзя. Ну, это у них некое хобби такое. Тут цель не съесть и даже не деньги сэкономить, а сам факт вырастить. Ну, вот в такой теплице максимум у нас получалось вырастить 5 ведер помидоров. В ведре 8 килограмм, считайте. Умножайте на их цены в магазине. Самый сезон. Когда самые дешевые. Не забудьте вычесть стоимость рассады и удобрений. Экономическая эффективность минимальная. А сейчас мы покажем то, что действительно необходимо на зиму запасать. Единственные запасы на зиму, которые имеют реальный смысл заготавливать на 6 сотках, это дрова. Любое гнилье, валежник, строительный мусор. Все это, напиленное и высушенное, будет отлично гореть в печи. Объем этой теплицы 4 на 2 на 2,5 метра. Дрова все абсолютно халявые. Вычислите объем дров в этой теплице и умножьте на цену на дрова. Реальная экономия денег. С учетом пандемии коронавируса, дрова особо актуальны. Из-за всяких ограничений в городе жить становится очень сильно неудобно. И многие люди проводят зиму на даче. Поэтому в вашей теплице сажайте не помидоры, не огурцы, а складируйте дрова. Это будет реальная экономия. Реальная экономия не только денег, но и нервов. Вы не будете ругаться из-за этих посадок, из-за перевозки всего этого сдачи в город, из-за хранения всех этих банок, которые никто не ест. А дрова это реальная ценность. Потому что тепло нужно всем.